Ну что, девочки, ногти. Наша общая боль и печаль. Мы не можем их привести в порядок. Они у нас выглядят ужасно. Все закрыто. И вот я сейчас попытаюсь как-то что-то сделать своими руками. У меня гель-лак. И это не просто лак, который можно снять и покрасить снова. И, в общем, короче, я хожу-хожу уже больше месяца. И ногти мои в совершенно кошмарном виде. Я решила попытаться что-то сделать сама. Вот. Никогда этого не делала. Более того, я даже вот красить ногти не умею как следует, потому что я никогда этого не делала сама. И, в общем, как-то... И вообще я довольно леворукий человек. Поэтому я вот на ваших глазах буду пытаться что-то сделать сама со своими ногтями. Выглядят они вот в таком вот ужасном совершенно состоянии. Стыдно показывать, стыдно кому-то рассказывать про них. Ну, вот что есть? Как бы что же я? Это ж не я виновата. Так вышло. Использовать буду самые простейшие. Вот пилочка-щипчики. Вот купила лак такой, похожий по цвету моим ногтям. Все. Давайте начнем. Будем снимать и посмотрим, что из этого получится. Ну, давайте. Сначала я думаю, что я обсчеплю, так сказать, длину щипчиками. Откушу, отрежу. Не знаю, как даже назвать это. Вот. Давайте попробуем это сделать вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Пилим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вот такая у меня получилась история на одной руке. Это я, значит, их обкусала, свои ногти, подпилила немножко пилочкой. Может быть, не очень ровно, но как-то так. Я ещё думаю, что мне надо подпилить вот этот вот, знаете, край, то есть вот границу между моим ногтём и гель-лаковым ногтём. Потому что если я сейчас начну покрывать ноготь лаком, то будет видна такая ступенька. Сейчас я этим займусь. Вот, я не знаю, как это показать. Ну, в общем, вот так я собираюсь просто, знаете, вот так вот попилить вот сам вот этот вот лак, гель, сверху, чтобы спилить вот эту ступенечку. То есть вот я вот так вот просто, знаете, вот тут вот пилю. Пилю. Пилите, Шура, пилите. Да? У меня не очень хорошо получается, но лучше, чем ничего. Прошу прощения, картинка, наверное, не самая эстетичная, но... Что делать? Сели огни? Такие обстоятельства. Ну, вот как-то так. Так, почищемся здесь немножечко. Теперь я, знаете, что подумала? Мне, наверное, надо это протереть. Я, наверное, протру это спиртовым спиртом, потому что, чтобы убрать всякий мусор, пыль, чтобы лак лучше лёг. Я, честно говоря, всего этого не знаю, но я просто делаю вот наугад. Вот совершенно как... Буду на нашу пользу, что называется. Так, ну что, начнём красить. Всё, давайте. Ой-ой-ой. Покупайте. Давайте нажмём всё. Ну как? Ай, залезла я на край. Сейчас принесу зубочистку. Не бог и что, но ничего, правда? Так, ну вот, с третьего раза. Не идеально, но лучше, чем было, по-моему, правда же? Так, продолжим. Маленький мизинчик, он очень маленький. Красьте вы неудобно. Так, ну вот, что у меня получилось. Конечно, не ахти, особенно мизинец как-то не вышел. Мне надо было больше, наверное, спилить вот эту ступеньку между гелем и моим ногтём, потому что, видите, здесь как бы такой вот... Ну, в следующий раз, когда я буду красить, снова наносить лак, я, наверное, так и сделаю. Ну, правда же, как бы лучше, чем было. Ну, конечно, не перфект, но я старалась. Сейчас точно так же сделаю вторую руку и покажу вам результат. Вы знаете, что, может быть, я сейчас попробую вторым слоем, и тогда, может быть, оно будет меньше видно. Подождите минуту. Так, ну вот, второй слой, по-моему, получше получилось, правда? То есть надо два слоя накладывать, тогда будет... Мизинец всё равно плохой, ну, и вот этот большой, по-моему, плохой. А вот эти вот, ну, получилось получше. Ну, в следующий раз я буду знать, что надо лучше попилить их. Окей. Сейчас сделаю вторую руку и покажу, как получилось. Ну, что вам сказать? Вот моя правая рука, вот моя левая рука, после двух слоёв нанесения. Я на правой руке попыталась учесть, так сказать, опыт левой и попилить больше вот эту вот разницу между ногтём и гель-лаком. Не очень-то хорошо получается, это довольно тяжело. Ой, посмазалась. Он там присох намертво, и, в общем, короче. Вот такой леворукий маникюр. Рукожопой, я бы даже сказала, маникюр у меня получился. Ну, девочки, это то, что есть. Если у вас есть другие способы, вы знаете, как это сделать по-другому, поделитесь, пожалуйста, со мной. Я делаю то, что могу, и, по крайней мере, хотя бы я их, как бы, обстрелываю, потому что они были такие длинные. В общем, это было всё ужасно. Да, ну, в общем, нелегко это всё и непросто. Я сняла, вот, на удачу стала снимать, решила попробовать. Прямо вот у вас на глазах всё это делала. Как получилось, так получилось, вы всё видите сами. Да, ну, в общем, всё. Буду заканчивать. Надеюсь, что вы меня не очень осудите за такое не слишком эстетичное, я бы сказала, видео. Ну, вот, решила сделать эксперимент. Всё, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Буду надеяться, что при более благоприятных обстоятельствах и с более красивой картинкой. Всё. Люблю, целую. Бай-бай. 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 Продолжение следует...